Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу сегодня продюсер Иосиф Пригожин. Здравствуйте, Иосиф Игоревич. Здравствуйте. Вы сейчас на ходу с нами, да? Мы видим, что вы идете. Конечно, да. Я нахожусь в городе Нижневартовск. Чего себе. Кстати, город Нижневартовск, родина нашей ведущей, Анна. Так что можно сказать, что в данном случае вы сейчас находитесь на родине нашей ведущей. А что, кстати, делаете там? Потому что сейчас весь музыкальный бомонд, как мы знаем, в Сочи сосредоточен. Вы знаете, мы в этом году пропустили Сочи, потому что у нас было много разных событий. Эти события были связаны со своим, ну скажем, с бытовыми вопросами. Прежде всего у нас была операция у мамы на коленных суставах, и нам надо было быть с ней в это время. Потом у нас сын женился, у него был день рождения, ему исполнилось 25 лет. И много-много других бытовых историй, которые нас просто погрузили в этот быт. И мы, соответственно, в этом году пропустили новую волну, к сожалению. Но следили за конкурсом? Нет. После того, как конкурс переехал из Юрмалы в Сочи, что-то изменилось? Вообще, как считаете, в этом смысле? Вы знаете, к сожалению, изменилась. Изменилась атмосфера. В Юрмале была атмосфера, которая... Вот потом, когда он переехал на набережную, в районе порта, оно еще было более или менее, потому что все было рядом с гостиницей Родина, и все это еще... А сейчас, когда он переехал в Олимпийскую деревню, немножко атмосфера пропала, потому что все живут далеко, в разных местах, практически часовая, шаговая доступность. В Юрмале все-таки была атмосфера. Ну, к великому сожалению, ваш министр иностранных дел, господин Ренкевич, почему-то решил свести счеты через искусство, свои политические вопросы просто поставил на кон. Вот. Приоритетом, нежели чем отношения между культурой. Я считаю, что это большая потеря для Юрмалы, точки такой, как «Новая волна». Вот. Ну, конечно, сейчас проходит фестиваль «Лайма Вайкули», который называется, по-моему... Рандеву. Рандеву, да. И практически те же артисты приезжают, да. Ну, кроме Валерии, скажем так, и других, которых еще запретили на ровном месте. Но вообще, я всегда с детства думал, что демократия – это что-то другое вообще. Это свобода слова, свобода передвижения. Что человек имеет право высказывать мнение, даже которое не пересекается с мнением тех же самых политиков, которые когда-то в школе учились. А на самом деле все гораздо проще. Понимаете, цифры, деньги, рейтинги, популярность любым способом, очерняя другие фамилии, имена, собственно говоря, достигая своей цели. Ну, окей, ладно, так. Будем привыкать к новым реалиям. Уже привыкли даже, я бы сказал. Ну, Игорь Крутой, он так резко прокомментировал идею о возвращении новой волны в Юрмалу как раз. Он считает, что новая волна не вернется. Как вы думаете, есть ли шансы, вероятность? Ну, смотрите, когда сделали все, чтобы она уехала, конечно, как она может вернуться? И когда уже появился новый фестиваль в Латвии – рандеву. В принципе, логично, что житель Латвии, латышская, с корнями латышскими, лайма-вайкуля, делает фестиваль у себя на родине, наверное, в этом есть абсолютная логика. И здесь нет никакого антагонизма. Вот, собственно говоря, и все. Но самое главное, чтобы вы понимали, что все равно это строится фестиваль на русских артистах, понимаете, да? 90% русских артистов, а не каких-либо других. И, собственно говоря, практически для Юрмалы, ну, можно сказать, ничего не изменилось. Это так получилось некрасиво. Выгнали новую волну и сделали другую. Ее также можно было бы сделать флотшапкой Лаймы, но тогда, если бить себя в грудь, то бить надо до конца, понимаете, да? То есть, как вы вообще оцениваете конфликт, который разгорелся между Лаймой Вайкул и Игорем Крутым? Потому что они обменялись такими острыми репликами. Игорь Крутой фактически обвинил Лайму Вайкул в предательство. Вот пытались разобраться в этой истории? Ну, смотрите, я так не считаю. Я так не считаю. Дело все в том, что при всем моем уважении к Игорю Яковлевичу, да, он не является монополистом фестивалей, да. Фестивалей должно быть много и разных. И каждый имеет право на собственное мнение, собственную жизнь. Поэтому, вы знаете, у меня тоже произошел такой небольшой конфликт с Лаймой, когда она была в Одессе и высказалась в отношении Крыма. Меня это возмутило. Я тоже высказал свое негодование. Но мы очень любим Лайму, уважаем ее. Она очень чистый, порядочный и светлый человек. Она очень порядочный. Она человек не интриг. Она человек светлый. Она музыкант, артист с большой буквы. И мы ее очень любим. И я надеюсь, что ей хватило мудрости на меня не обижаться за мою точку зрения. Лайма имеет право делать свой фестиваль. Она прожила достаточно бурную, большую творческую жизнь и доказала своим профессионализмом, своим опытом, что она может делать все то же самое, что и делают другие. Поэтому я считаю, что у Игоря Яковлевича свой фестиваль, у Лаймы свой фестиваль, завтра может у Валерии появиться свой фестиваль. Мы должны конкурировать только качеством, а не эмоциями, понимаете? Вот что самое главное должно быть. У волны есть свое лицо. Появился фестиваль «Жара», понимаете, который проходит в Баку. И миллионы-миллионы фестивалей появятся скоро, понимаете, на нашей планете. Это же не значит, что эти фестивали должен делать один человек. То, что Алла Пугачева, которая считается музой новой волны, не приезжает на нее, и как раз в Юрмале находится, насколько это знак для фестиваля, на ваш взгляд? Вы знаете, ну смотрите, давайте так. А сегодня недостатка или наличие того или иного артиста не меняет настроение фестиваля, понимаете, да? Я очень уважаю Аллу Пугачеву как величайшую яркую звезду Советского Союза, как артистку с большой буквы. Это целая эпоха с ней связана, да? У нее очень много хитов. Ну вы знаете, например, я считаю, что вот те выпады, которые, вот эти фишки, подколы, которые она делает, знаете, это, кстати, даже не делает ей чести, когда она там, типа, передает корону, типа, там, Лободея говорит, что спи спокойно страна, у тебя еще одна, там, вот эти шутки такие для своих, понимаете, да? У нее же еще Кристина дочка есть, понимаете? Я считаю, что каждый по-своему индивидуальный. И короны, когда на себя вешают люди, да, мне кажется, народ должен определять, кто является в каком звании, в каком чине, понимаете, да? И когда вот эти подколы существуют, а то, что нет Пугачева или Валерия или Киркорова, кого-то не будет на фестивале, а то, что он фестиваль не перестанет существовать. Да, смотрите, сотни-сотни артистов ежегодно появляются, молодых, новых, разных, появляются, исчезают. Есть фундаментальные артисты, которые уже на протяжении многих лет стоят на сцене. Они стоят не потому, что они никого не пускают, они стоят потому, что они работают, понимаете? Когда молодежь в интернете пишет о том, что дайте дорогу молодым, тысячи молодых появилось, я даже имена их не могу запомнить, понимаете, да? А те артисты, которые остаются на ХЛАУ, это те артисты, которые пашут 24 на 7 и не хотят прощаться со своей профессией. Это нормально, их нельзя за это осуждать, то, что делают сегодня эти, извините за выражение, ублюдки в интернете, понимаете? Дайте дорогу молодым. Сегодня невозможно перекрыть дорогу никому благодаря интернету, благодаря ресурсу, который мы сегодня имеем в мире, понимаете? Невозможно запретить никому существовать. Включите радио, включите телевидение. Я сейчас вам насчитаю на пальцах только сотню артистов, которые появились за последние 10 лет. Просто даже, ну, даже можно перечислять, Федук, Артикасти, Егор Крид, Тимати, огромное количество людей, которые появились на сцене сегодня. И басту можно отнести к молодому артисту. Понимаете, никто никому не перекрывает кислород, это невозможно. Сегодня, скажем так, если там 10-20 лет назад Пугачева была влиятельной, она могла сказать, я не хочу выйти на одну сцену с Валерией или с Ротару, сегодня она это сделать уже не может, потому что никто ее слушать просто не будет, вот и все. То есть к ней могут прислушаться, услышать ее, но у всех свои интересы, все занимаются бизнесом, понимаете, да? Никто не будет учитывать интересы Аллы Пугачевой или Игоря Крутова или еще кого-то. У всех свои интересы. Сегодня мир стал не настолько, не настолько, как бы, ну, широким, особенно для молодых исполнителей. Сегодня мы... Вот смотрите, кто подошел. Так так и есть. Вот сущее правда. Вот сущее правда. Как надоели молодые исполнители. Нам, дороги, старикам не дают, надо уже убирать по одному. Да, 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 конечно. Пригласили одного, а пришел второй, видите, я не один. Так что, в общем-то, никто никому не мешает жить, существовать. Да, ревность, зависть, она существует у всех. Ну вот о коронах и выпадах вы как раз упомянули Филиппа Киркорова. Поведение его на новой волне как оцениваете? Может ли артист позволить себе такие нецензурные выражения, в том числе в адрес организатора? Вы знаете, вообще деятели культуры должны себя вести прилично в любом раскладе. Но, вы знаете, иногда хочется убить тех, кто предоставляет вам площадку и сцену. Потому что режиссеры, понимаете, они определяют, где, в каком месте вы будете стоять, что вы будете делать. Да, это хорошо, если режиссер действительно это хорошо понимает. Вот у нас сейчас есть одно мероприятие, например, в Москве. И нам говорят, вы должны стоять вот здесь. А почему мы должны стоять там, когда мы должны стоять в начале или в середине, понимаете? Более того, есть еще момент такой, когда репетиционный процесс идет. Например, я категорически против, когда во время репетиции сидят журналисты. Репетиция – это интимный процесс. Я против, когда на саундчеках сидят журналисты. Потому что это однозначно мешает репетировать. Весь мир, ну, как бы, подготавливается. И если кто-то мешает артисту заниматься саундчеком или выстраивать свой номер, то, соответственно, он может высказывать свое негодование в любой форме. Понимаете? Я клянусь, говорю, мне иногда хочется треснуть кому-то. Я думаю, что Филипп просто в свойственной себе манере выразил такое свое негодование. И это абсолютно нормально. Я сейчас не защищаю его или не поддерживаю или еще что-то. Но я хочу сказать, что, в принципе, это вынужденная мера как-то достучаться. Он, конечно, мог бы и врезать, в принципе, если вы помните. Он и на это способен. Поэтому, как бы, я думаю, что вот такое выражение, оно как бы в данном случае было в кассу. — Как оцениваете конфликт, который произошел между Наргиз и Максом Фадеевым? Сейчас очень много об этом говорят. — Смотрите, у меня есть такая поговорка старая, с которой я живу свою жизнь. «Куда артисты не целуют кругом в шопах». К сожалению, артисты не всегда ценят и оценивают, например, продюсерские инвестиции в продвижение того или иного исполнителя. И в этой связи возникают проблемы. Проблема, как бы, потеря взаимопонимания. Вот что самое главное. Я не буду сейчас заниматься в сторону Макса Фадеева или там Наргиза. Я не знаю глубину вопроса. Вы знаете, мне все задают вопрос, почему вы не занимаетесь новыми артистами? Потому что я не хочу разочаровываться. Вот у меня было много артистов. Я с огромным количеством работал. В итоге, когда они становятся знаменитыми или богатыми, с ними приходится знакомиться заново, они превращаются в таких, знаете, людей, как будто бы мы не имели отношения к их популярности, и мы ничего не делали для того, чтобы они стали звездами. Они забывают самую главную вещь. Вот представьте себе, у вас есть инвесторы вашей радиостанции, да? Для них это бизнес. Они платят зарплату вам. Они должны отбивать эти деньги через рекламу, понимаете, да? И когда возникает проблема, что артист говорит, я туда не поеду, я сюда не поеду, я это петь не буду, я буду петь это или я буду вот это делать. Понимаете, это предполагается партнерство прежде всего, как бизнес-проект. Артист думает, что не важно, кто деньги вложил. Важно, что он теперь уже надутый, надутый, ходит как петух, понимаете, да? Там пузырь. И дуй щеки, вот и все. Просто он не оценивает инвестиции других людей, он оценивает только себя и свои инвестиции, свой абсолютный еще эгоизм. У нас нет культуры и бизнеса, вот что самое главное. Проблема какая. У нас звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, вот, ну, я так сказать, авторитетный, знаменитый человек. Я хотел бы услышать ваше мнение по поводу рэперов. Вот я специально их тексты почитал, да? Оксимирон, Шинкурс, Кровосос. Такие названия довольно странные. И вот там есть такие, у них тексты приблизительно одинаковые. Я буду жрать, я буду пить, я буду тебя любить. И так минут 10 они поют. Как вы к этому искусству относитесь? Спасибо. Да, спасибо вам. Спасибо вам, да, Иосиф Игоревич. Вернётесь ли вы к нам в видеоформате? Вернулся же. Нет, мы не видим вас сейчас. Мы вас слышим, но не видим. Да, серьёзно. Сейчас. Это пропало у нас. Корзинка, я напомню, по-моему, нашу афира. 6-2-12-93-9 и 6-2-13-93-9. Сейчас нормально? Да, мы видим вас. Наши афирослушатели по поводу рэперов. Дело всё в том, что, вы знаете, вот большинство рэперов, которые сегодня, если говорить на языке 90-х, то это чистые порожнички такие. Люди, которые гоняют порожники, на языке 90-х говорю. Они играют в таких блатных, знаете, таких, знающие жизнь, говоря на бедлячьем языке, да, пытаясь выступать на протесте. Проблема заключается в том, что это музыка чёрных кварталов. И к нам это, к нашей культуре, не имеет никакого отношения. Могу сказать, что насколько вирус под названием рэп распространился именно на Россию в том числе. Вот смотрите, кстати, обратите внимание, количество рэперов на территории Российской Федерации. И, например, возьмите ту же Украину. Откуда Лобода, Анни Лорак, Потап и Настя и много других. Вы видели такое количество рэперов, чтобы было в Украине, кстати? Надо отдать должное, что они являются одной из самых выдающихся культурных столиц СНГ, по большому счёту. Клипы у них снимаем, музыку у них покупаем. Они очень креативные люди на самом деле, да? Но обратите внимание, вы видели такое количество гопников и рэперов, которые, собственно говоря, поют хрень знает что? У нас в Махачкале, когда я родился, мы тоже пели, знаете, «Одна палка, два струна, я хозяин, вся страна». Это из этой серии, понимаете? То есть есть качественный рэп, где там смысл понятен, понимаете, да? То есть я понимаю, когда человек... То есть, понимаете, поэзия, когда присутствует, да, я к этому с уважением отношусь. Когда сделан на высоком уровне, понимаете? А когда там поют про всякую херню, то есть мне это непонятно. Ну, есть рэп-исполнители, к которым вы относитесь с уважением и видите... Вы знаете, я вам хочу сказать, что Дрейк с огромным уважением отношусь. Джей Зи, Тейлор Свих, господи, Тейлор Свих, ну, кстати, Тейлор Свих певица мне тоже симпатична. Тревис Котт, да? То есть мне тоже нравится. То есть есть люди, которые мне нравятся очень. Мне нравится Weekend, мне много нравится, что из современной музыки, мировой. А что касается наших, ну, честно скажу, никому не могу отдать предпочтение и дать уважение никому. Не могу просто. Мне не нравится. Ну, как вы воспринимаете те разговоры, которые сейчас идут, о некотором возрождении, может быть, худсоветов, каких-то цензурных комитетов, которые будут отслеживать творческую жизнь? К сожалению, это ничему не поможет. Я считаю, что на этом заморачиваться не нужно. Никаких худсоветов, ничего делать не надо. Должен быть естественный отбор. Я уже говорил, смотрите, фейс поет. Я имел твою бабушку, а ты держала мой член, там, где-то там, как в руке, там. Понимаете, это считается, что? Это что? Это чистые просто гопники. Хочется треснуть им по башке за то, что они портят слуховой аппарат нашим детям. Целому поколению. Это же чистые гадюшники просто. И потом они выходят на какие-то площади и кого-то к чему-то призывают. Да я с этими быками на один квадратный сантиметр не хочу ходить никуда. Да, понимаете? Но Оксимирон умный парень. Я его не слушаю, честно признаюсь. Я вообще не слушаю вот это все. Я слушаю, знаете, у меня очень разносторонний вкус. Я слушаю от поворотки, заканчивая дрейком. Я уже привел пример. То есть у меня разное. Это не значит, что я старфер, понимаете? Что я в музыке не понимаю. Мне прекрасно нравится новый альбом Анны Шульгиной, нашей дочери. Теперь у нее музыкальный проект «Шена». Но она никуда не может устроиться. Она сказала, я иду без родителей. Это ее выбор. Мы его приветствовали. Но она никуда пробиться не может. Вот она пошла своей дорогой. Два года она бьется головой об стену. Ни одно радио не берет. У нее очень вкусно сделана музыка. У нее очень вкусно сделаны тексты. У нее потрясающие альбомы. У Шены. Она не может пробить себе дорогу. Потому что она нахрен никому не нужна. И мы ни хрена никому не нужны. Поэтому мы целыми днями что делаем? Расшибаем себе лоб. Кровь для того, чтобы добиться успеха. Понимаете? Сидят удельные князья на разных радиостанциях. Этого накормить, этого расстрелять. Кто на кого еще влияет, непонятно. Понимаете, да? Мы там ругаемся с представителями русского радио. Говорят, войну им объявили. Чистая ложь. Мы не объявили никому войну. Мы ни с кем не ругаемся. Мы защищаем собственные интересы. Мы хотим... Мы, знаете как, да? Мы не воюем. Мы обороняемся скорее. Да? То есть люди, прошедшие через унижение, должны понимать других людей, как они проходили это унижение, и не унижать других. Они, получается, делают это не с целью продвижения помощи музыкантам, а с целью исключительного обогащения и с целью, ну скажем так, влияния, выясняя, ну показывая свою власть над другими. И показать, а вот вы над нами все издевались, а теперь мы над вами поиздеваемся. Ну это же абсолютный аллогизм, правильно, в этом? Поэтому я считаю, что любая история должна быть построена на взаимоуважении, она должна быть построена на отношениях между друг другом, понимаете, а не на разборках. То есть получается, что речь идет о своего рода дедовщине такой, которая существует сейчас в российском шоу-бизнесе и в медиа-индустрии. Можно ли сравнить это с армией и дедовщиной? Ну что, простите, я не расслышал. Не, надо от окна, от окна, от окна. Да, да, что вы говорите, просто у нас тут большой артистический цех, поэтому... Да, мы как раз видим, что вы как ходите в зале. А можно ли это сравнить с армией, где, в советской армии, где была дедовщина, неуставные отношения? Абсолютно верно. А чистая дедовщина, чистая дедовщина. Знаете, у кого появилось что-то в руках, тот и потом уже пытается быть хозяином, понимаете, да? То есть мы идем по пути такого, знаете, кто хозяин, понимаете, да? И все остальные челяди. Это неправильно. Это неправильный подход. Вот вы говорили о рэперах сейчас в контексте. Как вы относитесь к уличным протестам, к тому, что происходит сегодня на улицах Москвы? Слушайте, у нас какая компания здесь. Да, это момент. Валерия. Я отслуживаю стол. Да. А мы долго еще будем говорить с вами? Где-то 15 минут примерно. Ничего себе. Ну, просто, да, понятно. Большое интервью в моем фире. На звонков у нас, кстати. Давайте позвоним. Да, какой вопрос? Говорите. Только что был у нас звонок. Да, я спрошу вас о... Мы говорили как раз о рэперах. И в контексте этого, о уличных протестах, которые сегодня в Москве. Вот как вы оцениваете все происходящее? Вы знаете, все происходящее я оцениваю... Вы знаете, когда люди выходят по идеологическим соображениям... Сейчас приду, да. Когда люди выходят по идеологическим соображениям, я с пониманием к этому отношусь. А когда люди молодые, не получившие еще школьное образование, лезут в политику, да, то есть не отстаивая собственные интересы, имеется в виду образовательного характера, я оцениваю это плохо. Поэтому, как бы, я резко высказываюсь по этому поводу. Мне не нравится, когда мне, например, говорят о том, что, ну, что мы можем говорить, а что нет. Почему им можно говорить, а нам нельзя говорить? Наши мнения расходятся. Почему они нас считают, например, людьми, которые, ну, как они нас называют, продажными, да? А почему, если мы не хотим идти против власти и жить какой-то другой жизнью, выбрали себе другую дорогу, почему мы продажные? Почему они не продажные? Почему они себя считают порядочными, преданными людьми России? Мы все живем в одной России. И мы говорим о разных точках зрения. Вы знаете, когда они пишут... 672-12-93-9 и 672-13-9. Нет, наглым образом, что якобы я блокирую комментарии. Вот видите, мне звонят еще миллион звонков. Миллион звонков. Видно меня, да? Да, мы слышим и видим вас. Алло. Да, да, да. А вы знаете, да, когда они нас оскорбляют, когда они нас оскорбляют, понимаете, разве с такими людьми я хочу жить в этой стране, в России? Я хочу жить с людьми интеллигентными. Вот если бы эти интеллигентные люди были бы высоко, скажем так, квалифицированными специалистами в области политики, если бы они были бы образованными, культурными, знаете, что называется, не ругались бы матом, как быдло, да, не тащили бы за собой быков, которые там выбрасывают дымовые шашки. Я бы с удовольствием, может быть, с ними бы и пошел бы и поддержал, но когда они меня, мою семью, моих близких, друзей, знакомых под одно гребенку оскорбляют, говорят, что мы суки, такие всякие немазанные, я с такими никуда не хочу идти. Они черти для меня, чистые черти просто. Они не за ваши с нашими, не за наши ваши интересы переживают, они переживают за то, чтобы использовать детей с целью прийти к власти, собственно говоря, и так же нами управлять, как и многие другие люди, которые стремятся таким образом, путем революционным к власти, я еще в истории человечества не встретил, чтобы кто-то каким-то образом дал что-то для народа. Поэтому не надо мне рассказывать сказки по поводу того, чтобы они пекутся о людях, понимаете? Они пекутся о собственной власти, о собственном эгоизме, о собственном достижении цели, понимаете? Когда в Москве ничего не происходило, они там могли еще возмущаться. Москва сегодня стала невозможно красивой. Первое. Второе. Я не защищаю Собянина или действующую сегодняшнюю власть, но тем не менее я вижу на практике, что люди делают. Когда люди говорят, что с таким профицитом бюджета, а что у нас до этого не было профицита бюджета, только ничего не происходило. Понимаете, вопрос не в бюджете и профиците бюджета или дефиците, а вопрос стремления и желания делать что-то хорошо или плохо, любить свой город, любить москвичей. Я, например, точно не хотел бы свою жизнь доверить там шайке оголтелых негодяев, которые, собственно говоря, не хотят даже слышать мою точку зрения и не хотят даже отвечать комментариями. Да, там Соболь выложила там мои какие-то посты, я ей написал, она мне не ответила. Понимаете? С такими людьми мы хотим разговаривать. Я с такими людьми разговаривать не хочу. Да, вы сейчас сказали, что не защищаете Собяния, и также вы, комментируя в одном из интервью протестов в Москве, говорили о том, что к нынешней власти у вас много вопросов, и вы не являетесь ее поклонником, но, тем не менее, во время президентских выборов в 2018 году вы были доверенным лицом Владимира Путина, на выборах мэра Москвы также были доверенным лицом Сергея Собянина. Могу сказать, да, 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 объясняю. Дело все в том, что я за это деньги не получал. Дело все в том, что я за фундаментальную стабильность в стране. Мне не важно, знаете, я человек, родившийся в Советском Союзе, да, я привыкший к чему? К какой-то такой, то есть я, сейчас вам правильно сформулирую мысль. В период Ельцина, если мы с вами помним, да, у нас каждый год менялся премьер-министр, каждый год менялась тактика, каждый год менялась стратегия. С появлением Путина появилась такая какая-то стабильность, что ли, да, мы с вами видим практически одних и тех же лиц, да, с одной стороны это плюс, с другой стороны минус, да, лица должны меняться, но идеология должна оставаться, понимаете, да? Вы знаете, из кого спросить, понимаете, и Путин, и его друзья, и правительство, которое есть, они граждане Российской Федерации, им все равно нужно нести перед своим народом ответственность. И я абсолютно уверен, что они этой ответственности не боятся, и что они готовы общаться с народом, что они готовы решать те или иные задачи. И поверьте мне, я высказываю при удобных возможных случаях, когда, если встреча возникает, я задаю вопросы по тем или иным моментам, которые существуют, и Валерия задает вопросы, и могу сказать, что нас в каких-то отдельных участках слышат, потому что в каких-то участках мы не разбираемся, а что было хорошего, когда при Ельцине просто люди заходили в масках, там, орписы громили, там, шуршали. Что изменилось? Россия, понимаете, это такая очень своеобразная страна в том смысле, что надо с себя начинать, понимаете? Культура начинается с каждого из нас. Мы все время киваем и говорим о том, что нам власти должны. Мы должны прежде всего для себя что-то сделать хорошее. Мы должны стараться работать, уважать друг друга. Понимаете, я вот в подъезде своем, да, меня выбрали в ТСЖ. Я пытаюсь облагоустроить свой подъезд. И соседка, которая живет рядом, она говорит, ненавижу я этого пригоженного. А вопрос, что я ей сделал плохого? За что она меня ненавидит? За то, что я сделал летнюю площадку? За то, что я за свой счет сделал забор три гектара земли? За то, что я сделал красивые двери в подъезде и с них ни копейки не взял? За что она меня ненавидит? Вот я хочу задать вопрос. За что люди могут друг друга ненавидеть? По какому принципу определяется вот эта ненависть? Понимаете? То есть делаешь плохо, сделал за свои, сказали, что украл. Работаешь, зарабатываешь деньги, не трогаешь государство. Опять плохой. Понимаете, мы платим налогов с Валерием 16 миллионов в год. Это только мы платим вдвоем. Это легко проверяется. Ну 16-15, сейчас не помню. Да, плюс-минус. Это только мы платим государству налогов с нашей работы. Что же мы делаем плохого? Ну что, государство не запрещает нам, конституция не запрещает иметь двойное гражданство. Государство не запрещает нам иметь зарубежную недвижимость, зарубежные счета. Это ли не демократия? Государство не запрещает нам путешествовать в Монако, куда угодно. Это ли не демократия? Наше государство, в отличие от американского, которое заставило всех показать свои счета, а при этом своих граждан счета никому не показали и свою прозрачность никому не показали, ничего страшного. Все промолчали, все проглотили. Сегодня Европа стагнирует капитально, и это видно, несмотря на вот эту всю картину, которую мы с вами наблюдаем, с этой саранчой из арабских стран, которую они нагнали. А посмотрите, ваши глаза не привыкли к Беньямину Нитаньяху, который уже лет 20 сидит у власти в Израиле, а ваши глаза не привыкли к Арнгере Меркель, который уже 20 лет, уже 4 сезона сидит во власти. И что? Ну давайте тогда во всем мире, чтобы эти правила существовали. А нам говорят, давайте этого сменим нашего Владимира Владимировича. А кого поставим? Кто-то есть другой какой-то? Нет, не вырастили, не взрастили. Да нет, все думают только об одном, понимаете? Вот и все. Я считаю, что меня лично, как гражданина Российской Федерации, который интересуется в том числе геополитикой в мировом пространстве, меня, честно говоря, абсолютно устраивает наличие сегодняшнего президента. Да, с какими-то сложностями, да, с какими-то, возможно, там есть... Нашей страной управлять надо иметь, обладать невероятным талантом, просто гиперусилиями, потому что у нас, к сожалению, народ в отдельных участках не всегда не замечает хорошее, понимаете, да? Не всегда видит то, что делает. Восстановил Рамзан из пепла Грозный, Чечню восстановил, плохо. Мечеть стоит, плохо. Но что же тогда хорошо, если Сочи построили, плохо, это сделали, плохо, все плохо. А где же хорошо? Понимаете, пенсионные реформы во Франции, все молчат. Выходят люди на улицах в желтых жилетах, ломают магазины, и все молчат. Вот там в новостях оповестили, все сказали, и все хорошо. Что же в этом хорошего? Я не понимаю. Пожалуйста, гомосексуализм продвигается. Пожалуйста, скоро будут продвигать, я не знаю, все, что хотите. С животными буза ходят брак. Где же какая-то классическая культура более-менее, понимаете? А что мы должны еще сделать? Мы должны ходить на поводу у того, что нам рекомендует кто-то другой, понимаете? Вот посмотрите, вот берем Латвию, берем Украину. Разве справедливо, когда артистов, деятели культуры взяли и запретили в Украину? Что в этом хорошего? Вы считаете, это не нарушение прав человека? Иосиф Игоревич, вы сейчас между гомосексуалистами и зоофилами условно поставили знак «равно». А потому что для меня это одинаково. Уважение и политкорректность, потому что, опять же, если говорим о беженцах, вы упомянули, что они напоминают саранчу. Все-таки вот это уважение к другим людям, оно как, на ваш взгляд, должно быть? Вы знаете, вот видите, как? Вы видите, как остро почувствовали, понимаете? Мы говорим только о толерантности в одну сторону. Почему-то никто не хочет, ну, скажем так, нашу точку зрения воспринимать нормально. Я, например, человек классических традиций. Но, но я не осуждаю человека, который за своей занавеской делает все, что он хочет. Я категорически против войны в Сирии, я категорически против войны в Ираке, я категорически против войны на Ближнем Востоке. Почему европейская страна, Европа, должна принимать у себя этих беженцев, понимаете, да, засоряя свою атмосферу, понимаете, жизнь своим гражданам? То есть они лишают возможности работать своим гражданам и предоставляют возможность другим государствам, другим людям работать у себя на территории. Беспредельничать у себя на территории. О чем вы говорите? Понимаете, сидя в экране, смотреть там какие-то новости на разных каналах и, понимаете, информационное поле у всех загрязненное. Понимаете, я смотрю на вещи воочию, живьем. Я знаю, как живет каждая деревня в нашей стране. А поверьте мне, знаю, я не с луны свалился. Я сам из бедной семьи мальчик, поэтому я знаю нашу жизнь не по рассказам дяди Васи или тети Маши, понимаете, да? Поэтому я своими ножками топчу и в Лондоне, и в деревне, в Тулуне где-нибудь или еще где-нибудь, понимаете? Я знаю всю нашу страну. Сейчас с вами разговаривали с Нижневартовска, да? Мы здесь работаем, у нас здесь концерт. Я вижу, как выглядит Нижневартовск. Понимаете, ничего хорошего, условно говоря, да? Там, например, нет особых красивых зданий там или еще что-то. Но это наша жизнь в сегодняшней действительности, понимаете? Правила игры нигде нету очерченных, понимаете? Здесь же как раз, если мы говорим вот о людях, о людях, которые отличаются, скажем, цветом кожи и так далее, ведь у Германии хорошая прививка в этом смысле, потому что они однажды уже пытались построить общество расово-полноценное, как они это позиционировали, и, в общем, весь мир знает, к чему это привело. И сегодня Германия в какой-то степени отдает свои долги. Вот вы не согласны с этим, что как раз в этом причина толерантности в том числе и? Вы знаете, сначала разбомбили страну, погибло много семей, а потом они их пустили к себе половину народа в страну. Какая-то толерантность. Слушайте, все государства занимаются бизнесом, понимаете? Я думаю, что если бы у американских госкорпораций была бы доля от российского газа на территории Европы, никакой бы войны, может, и не было. Понимаете, все в плоскости бизнеса. Я никому не доверяю, никому не верю, ни одной политической партии в мире. Я очень сильно разочарован лично как человек, гражданин в сегодняшней правящей мировой коалиции в целом. Я понял, что все в плоскости бизнеса. Понимаете, вот смотрите, есть корпорация под названием США, есть корпорация России, есть корпорация Германии. У всех есть свои производства, все проталкивают свое производство, все пытаются зарабатывать деньги. О людях думают в последнюю очередь, вот и все. Я не верю, что кто-то думает просто о людях. Кому удалось вырваться из этого дна, так называемого, тот и в порядке, где-то на пьедестале. А если ты не вырвался из дна, то ты в жопе, вот и все. У нас есть сейчас звонок. Только что был сорвался, я напомню, телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, Иосиф Пригожин у нас на прямой связи, задавайте свои вопросы. Несколько минут у нас остается до конца эфира. Нашего гостя нужно будет отпустить. И номер WhatsApp 2306191. Чтобы подвести, может быть, итог, вы говорили вначале о том, что как раз артисты, которые известны, которые давно на эстраде, они не пускают молодых, а просто работают и составляют конкуренцию. Молодые не могут пробиться. В то же время, на ваш взгляд, можно ли говорить о том, что российская эстрада, она меняется, она эволюционирует, или она все-таки находится в стадии стагнации? Вы знаете, мне трудно сказать, для меня это чистая стагнация. Для меня это не эволюция. Мы пытаемся, ну, я вижу со стороны, мы пытаемся подтянуться за молодыми, что это, с одной стороны, неплохо. А с другой стороны, понимаете, молодежь, например, вот если взять индустрию американскую, да, там стоит молодой артист с Тони Беннетом и гордится тем, что он стоит с Тони Беннетом, потому что он будет своим внукам рассказывать, что он стоял с Тони Беннетом. Понимаете, у нас почему-то существует дискриминация по возрасту. Если артист перешагнул рубеж 40 лет или там 50, его уже пытаются молодежь, как бы, да, особенно редактора в разных радиостанциях, снести или снести, понимаете, да? Поэтому артисты взрослые пытаются хайповать, да, например, вот, ну, прекрасный сингл записался, цвет настроения синий, Киркоров сделал, например, цвет настроения черный, Валерия сделала коллаборацию с Егором Кридом, да, и вот эти вещи, они работают. Но знаете, в чем парадокс? Например, дуэт Егора Крида и Валерия, например, его не ставят, например, на авторадио или на дорожном радио, потому что Егор Крид слишком молод для их аудитории, а на лав радио не ставят, потому что Валерия слишком не молода для их аудитории. Но это же аллогизм, это чистый. Мы что, музыкой занимаемся? Или мы определяем возрастные категории людей и говорим, кому можно, а кому нет? Или цвет настроения черный. Этот сингл должен был звучать на всех радиостанциях российских, от Европы плюс до русского радио, от русского радио до авторадио. И не важно, сколько Егору Криду лет, потому что это песни, и задача их продавать эти песни, задача дать возможность аудитории воспринимать, и аудитория принимает решения. Все равно в итоге мы работаем, конечный потребитель, это слушатель, зритель. И вы, и мы, мы работаем все на одного человека. У нас общий результат. Если радио зарабатывает деньги с рекламы, то мы зарабатываем деньги с концерта. Вот она взаимная связь. И пока мы эту взаимную связь не наладим, у нас всегда будет жопа. У нас есть звонок сейчас, радиослушатель на линии. Да, слушаем вас. Здравствуйте, задавайте вопрос. Здравствуйте. Да. Вы знаете, вопрос такой. У нас вот в Латвии полная цензура на русский шансон. Вот всяких там уже в прошлый век показывают, все. Токарев ушел сейчас из жизни, там еще. Вот как в Латвии? Да, не слышал, что в Латвии цензура на русский шансон, но тем не менее. Вы знаете, я хочу сказать, смотрите, как шансон, так и рок, у него есть свои коридоры продвижения, им радио не обязательно. Поэтому они спокойно существуют. В основном радио нужна для поп-музыки, для коммерческой музыки, для поп-культуры. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому шансон пробивался всегда сам, без радио. Да, еще звонок успеем принять. Здравствуйте, задавайте вопросы. Здравствуйте. Я не хочу задать вопрос, а сказать спасибо Прикожину, пожелать им дальнейших успехов всей семье. И приятно слушать вот такие интервью, когда человек четко, ясно, без уловок, излагает свои мысли на многие вопросы. И вот когда слушаешь, что такие люди есть, мне кажется, с Россией все будет в порядке. Спасибо и успеха семье Прикожина. Спасибо вам. Спасибо вам. Вот такая реплика от нашей радиослушателем. Спасибо большое. Да. У вас взрослые радиослушатели, я так слышу. Вот. Самое главное, друзья, мы должны слышать друг друга, мы должны говорить, говорить. Вот знаете, что мне понравилось? Выступление Зеленского, да, я к нему очень хорошо отношусь. Я надеюсь, что ему хватит мужества, молодости, юности, яркости, и что он проживет свой пост на достойном уровне, будет, да, не просто просиживать, а сделает так, чтобы наши страны снова жили дружно, чтобы мы общались между собой, чтобы дружба восстановилась. Вот и все. Это самое главное. Я хочу сказать, что мне понравилось, как он сказал, мы должны говорить, мы должны общаться, мы должны спорить, мы не должны друг друга оскорблять. Мы должны говорить, мы можем все ошибаться, я со своей стороны, вы со своей стороны, но мы должны говорить, и это очень важно. Да, спасибо вам, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Продюсер Иосиф Пригожин был с нами на прямой связи, спасибо вам. Я всегда доступен. Всегда, да. Абонент доступен. Всего доброго, до свидания. До свидания.